Коллеги, добрый день. Даю небольшую коррекцию. Я уже не главный врач Центра палиативной помощи, а врач-методист оргметодотдела. Почему? Потому что 12 апреля мы совместно с коллегами приняли решение о том, что совмещать две должности главного внештатного специалиста и главного врача многопрофильного центра физически уже становится невозможно. Тем более мы очень бурно развиваемся как медицинская организация, развиваем разные направления, поэтому, чтобы качественно выполнять работу, я перешла больше в разряд организационно-методической работы. Итак, мы сейчас с диагностики переключимся на завершающий этап оказания помощи пациентам с БАС. Вначале я вам расскажу, чтобы меня не видно было. Я не очень люблю на себя смотреть, я очень люблю показывать презентацию, чтобы все было видно хорошо. Прежде всего, что такое палиативная помощь? Я очень люблю определение ВОЗ, потому что в нашем, я говорю про нас, это про людей, которые оказывают палиативную помощь, это как раз то определение, которое нам позволяет понимать, что такое палиативная помощь в целом. Итак, это подход, целью которого является улучшение качества жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом угрожающего жизнезаболевания. Эта цель достигается путем предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке, купированию боли и других тягостных симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Вот здесь очень важен акцент на том, что наша задача, мы специалисты, которые оказывают палиативную помощь, мы в перспективе не можем вылечить пациента, мы не можем вернуть, скажем так, в жизнь активную, вернуть к трудовой деятельности. Но мы работаем шире, мы работаем со всеми компонентами болезни на той стадии, на которой к нам приходит пациент. Это не только медицинские аспекты, это и социальные, и духовные, и психологические. И что здесь очень важно, хочу сказать, предупреждение и облегчение страданий. Почему хочу остановиться на этом поподробнее? Потому что чем раньше к нам направляют пациента, у которого появляются первые признаки нуждаемости в оказании палиативной помощи, тем легче нам установить доверительные отношения. И дальше, когда заболевание пациента будет прогрессировать, на вот этом доверии можно будет сделать, скажем так, помочь в разных аспектах жизни. Потому что если человек тебе не доверяет или члены семьи не доверяют, они никогда не расскажут о каких-то внутрисемейных проблемах, которые у них есть. А эти внутрисемейные проблемы могут касаться в конечном итоге вообще качества оказания помощи и вообще жизни пациента. Потому что если за пациентом некому ухаживать, потому что все ухаживающие родственники работают и физически не могут бросить работу, то, конечно, и пациент один дома, то, конечно, о какой помощи можно будет говорить. Поэтому палиативная помощь – это равно качеству жизни. А качество жизни – это, безусловно, индивидуальный подход к потребностям человека. Что такое качество? Я уже об этом сказала. Это и медицинские, это наше физическое тело, это те симптомы, которые беспокоят пациента. Это духовные, потому что вот человек жил нормальной обычной жизнью. Выявляется заболевание. Заболевание, если в частности говорить про заболевание БАС, это редкое заболевание. Мы часто знаем специалисты, которые оказывают помощь пациентам с БАС. Как долго пациенты не могут правильно диагностировать это заболевание. И вот он живет. У него есть свой ритм жизни, профессия, любина, хобби. У него интересы какие-то, свой ритм жизни. Кто-то жаворный, кто-то сова. Кто-то любит сладкое, кто-то любит, не знаю, там, жареное, еще что-то. Вот эти вот все вещи, они составляют, вот эти все мелочи, они составляют жизнь. Кто-то более религиозный, и ему очень важно удовлетворение духовных потребностей. У кого-то различные социальные проблемы, у кого-то маленькие дети, у кого-то поживые родители, которые нуждаются в помощи этого человека. Если человек заболевает, он теряет возможность жить той жизнью, которой он жил. Вот вспомните, когда в нашей жизни всегда были какие-то события, которые полностью разрушали жизнь. Ну, вот элементарно, раздается звонок по телефону, и вам говорят, там, родной, близкий человек попал в ДТП. Ну, к счастью, допустим, что это не какие-то тяжелые последствия для здоровья, но просто там какие-то сложности, там, машины разбиты, еще что-то. Первая реакция ваша, я не знаю. То есть такого не может быть, ну как же он хороший водитель, что это такое? То есть событие, которое разрушает жизнь. Вот болезнь хроническая прогрессирующая, она разрушает жизнь. И мы, подходя к оказанию палиативной помощи, именно подходим из тех принципов, что мы должны влиять на все аспекты жизни. Если говорить про цифры, то, соответственно, вот палиативная помощь по расчетам ВОЗ и по метонике Минздрава, которая рассчитывается 67% от всех умерших, потребность палиативной помощи составляет для взрослых почти 81 тысячу, для детей – 3 тысячи. Реально, соответственно, в стационарных условиях, ну это год ковида, тут у нас сложный год, поэтому он не совсем пока 1,19, это 13 тысячи, 42 тысячи, соответственно, мы обслужили на дому. Про детей история еще более, соответственно, маленькая. Объясню по детям коротко, почему так. Потому что эта методика предполагает, скажем так, раннее направление детей, у которых появляются признаки потребности оказания палиативной помощи. Что какие-то дети? Это дети с поражением центральной нервной системы, с различными врожденными дефектами, дети, которые родились с критически малой массой тела, и в процессе выхаживания, естественно, такие дети, скажем так, болезни у них могут появляться, проявляться, скажем так, давать, скажем, такие необратимые последствия. И этот ребенок, в принципе, в палиативной помощи нуждается практически с момента рождения, потому что у него есть те или иные тягостные симптомы, и у родителей те или иные проблемы, которые мы ему могли решить. Но уровень здравоохранения в Москве такой специализированного, что этих детей ведут очень-очень долго специалисты, которые оказывают первичную медико-санитарную специализированную. Мы вчера были с коллегами в Морозовской больнице в палиативном отделении, и на обходе спрашивали у мамы, откуда вы узнали. Вот одна мама, которая ухаживает 17 лет за дочерью, никто не знал, что такое палиативная помощь в Москве. Это к вопросу про информирование, информирование не только пациентов вас, но вообще, в принципе, тех возможностей, которые есть у нас. Хочу еще акцентироваться, что палиативная помощь в своем начале, конечно, оказывалась только онкологическим больным. Сейчас процент неонкологических больных существенным образом повышается. Если по годам, вы можете посмотреть, у нас уже в 2020 году порядка 40% пациентов, которые получили палиативную помощь, это не онкологические больные. Почему так происходит? Во-первых, развитие онкологической помощи, появление новых препаратов, новых методик, скажем так, несколько удлиняет период, когда пациентов направляют онкологи. И, соответственно, люди стали более информированы, медицинское сообщество и пациентское сообщество о том, что такой вид помощи можно получать. Поэтому мы очень рады, что можем оказывать не только помощь онкологическим больным. Структура оказания – это специализированные стационары, это центр палиативной помощи с 8 взрослыми филиалами и хосписами, и, соответственно, отделение палиативной помощи и отделение сестринского ухода при многопрофильных больницах. На дому в Москве помощь оказывается сотрудникам выездной патронажной службы. Центр палиативной помощи имеет 19 выездных служб, в том числе служба выездная, которая курирует пациентов, находящихся на респираторной поддержке. Поэтому вот такое служба – это не один врач, это вот именно отделение. Поэтому вот такое полное покрытие Москвы позволяет качественно оказать помощь. Мы прекрасно понимаем, что наш палиативный пациент в большинстве случаев, конечно, не дойдет до поликлиники, до поликлинического приема. Чаще всего обратятся родственники. Поэтому мы приближаем помощь к пациенту, и наши сотрудники выезжают на дом, и, соответственно, врачи, медицинские сестры, младшие медицинские сестры, социальные работники, если необходимо. Из городских сервисов – это координационный центр, который базируется на базе центра палиативной помощи, подробнее остановлюсь позже, и ресурсный центр, тоже про него расскажу чуть попозже. Вот так выглядит структура для оказания палиативной помощи в стационарных условиях для взрослых. Это центр палиативной помощи 440 коек для взрослых. И, соответственно, 14 медицинских, 13 отделений палиативной помощи и отделений сестринского ухода при многопрофильных больницах. Вот отдельно выделено зелененьким ГКБ свидетеля Алексия. Это частная организация, которая получает грант на оказание палиативной помощи. Коек у них 30. А, соответственно, наши койки все суммарно составляют по состоянию на сейчас 880. Что касается оказания палиативной помощи детям в стационарных условиях, это тоже центр палиативной помощи, один из наших филиалов. 30 коек, Морозовская больница 40 коек. Но в ближайшее время откроется, буквально в пределах полутора-двух недель, откроется отделение палиативной помощи в ГКБ Спиранского на 16 коек и детский хоспис-дом с маяком, у которого, соответственно, 15 коек для оказания стационарной помощи. Сейчас пока у нас презентация восстанавливается. Что касается оказания палиативной помощи в амбулаторных условиях. Как я сказала, центр палиативной помощи 18 бригад взрослых, в том числе одна бригада, оказывающая палиативную помощь пациентам, находящихся на респираторной поддержке. По детям это выездная служба филиала Первого московского детского хосписа, который является нашим филиалом. Соответственно, Морозовская больница. Но сотрудники Морозовской больницы не выезжают. К ним родители чаще всего приезжают с детьми. И самый большой объем помощи на дому оказывают, конечно, сотрудники выездной службы дома с маяком. Соответственно, одномоментно в Москве помощь получает около 15 тысяч взрослых. И, соответственно, сейчас в реестре у нас 856 детей. Это все дети, которые наблюдаются всеми медицинскими организациями города Москвы, включая БМЧО «Дом с маяком». Какие возможности у нас есть? Давайте рассмотрим. Медицинская составляющая. Если мы говорим про помощь на дому, это, конечно, коррекция негативных симптомов, динамическое наблюдение, контроль, боль и все симптомы тягостные, которые есть. Конечно же, уход, профилактика пролежней, лечение пролежней, перевязки, стомы, все, что необходимо. Лечебное питание. Подбор лечебного питания, подбор, соответственно, нутритивной поддержки. Функциональная диагностика – это, скорее, характерно для отделений палиативной помощи, которые работают в рамках многопрофильных стационаров. В хосписах диагностика никакая не проводится. В Центре палиативной помощи на Адвинсов у нас минимальная диагностика, рентген, музей, экспресс-лаборатория. И вот то, чем, по большому счету, мы не должны заниматься, но занимаемся в Центре палиативной помощи – это активизация и абилитация. Что здесь предполагается? К нам очень часто направляют пациентов, например, после тяжелых ОНМК, у которых реабилитологи признали, скажем так, реабилитационный потенциал низкий или вообще отсутствие реабилитационного потенциала. Но в процессе того, как, соответственно, болезнь протекает, и при хорошем уходе может появиться признаки, которые говорят о том, что пациент потихонечку начинает восстанавливаться. Если касается помощи на дому, то это тоже коррекция симптомов, обезболивание на дому. Наши врачи из нас, службы в укладке имеют морфин, драмадол, соответственно, и прочие обезболивающие препараты простые. Рецепты могут выписать у постели больного. Уход – то же самое. Лечебное питание – это в плане консультативных, скорее, вещей, потому что, к сожалению, взрослые не могут быть обеспечены специализированным продуктами питания. Функциональной диагностики нет, и активизация и абилитация по возможности. Татьяна Владимировна, можно прямо сразу к предыдущему слайду? Вопрос из сети по лечебному питанию от пациентов. Как получать питание от палиатива? Вы ответили, но есть, соответственно, вопрос. Вы дали просроченное питание от палиатива в Москве. Что делать? Просроченное, конечно, не использовать, надо уточнить этот момент. То есть куда обращаться в случае, если к вам? Ну, естественно, к нам, если такой момент произошел. Значит, смотрите, хотя не должен быть. Помощь – респираторный центр. Значит, респираторный центр – это отделение длительной респираторной поддержки на 15 коек. Основная задача отделения длительной респираторной поддержки заключается в том, что мы переводим пациентов из реанимации, обучаем родственников, подбираем оборудование, расходные материалы, обучаем родственников или ухаживающих лиц уходу за пациентом, находящимся на респираторной поддержке, дальше выписываем. И, конечно же, это последние дни и часы жизни пациента. Та же самая респираторная поддержка осуществляется врачами отделения выездной службы, которые специализируются на работе с респираторными больными. И это, конечно, и для пациентов баз, те, которые находятся на респираторной поддержке, они как раз попадают в эту категорию. Социальная помощь. Различные виды консультирования. Все, что касается стационара, мы помогаем оформлять пакет документов необходимых, и медицинский, и социальный пакет документов необходимый для перевода в учреждение соцзащиты для постоянного проживания. Если выявляется такая потребность у пациента, и дома, соответственно, нет родственников, которые за ним ухаживают, что касается помощи на дому, это, соответственно, консультация, получение различных медизделий, получение лекарственных препаратов, покупка препаратов и лекарственных препаратов, рецептов и все прочие социальные помощи. Координационный центр в стационаре в основном это, скажем так, маршрутизация пациентов в стационарных условиях. Основная функция, конечно, координационного центра – это ведение единого реестра пациентов, нуждающихся в оказании палеотивной помощи, маршрутизация на соответствующую выездную службу, контроль, организация транспортировки. Но это я даже чуть-чуть поподробнее остановлюсь. Ресурсный центр, он работает только в рамках обеспечения на дому, то есть стационарного условия не предоставляет услуг. И транспортировка. В координационном центре есть транспортный отдел, который помогает в транспортировке пациентов. У нас есть свой, ну не свой, а транспорт, который, соответственно, закупается по государственному контракту. Для пациентов, находящихся в стабильном состоянии, мы осуществляем транспортировку пациентов в стационар и из стационара. Для пациентов, которые нуждаются в каком-то виде поддержки, соответственно, взаимодействуем со скорой медицинской помощью, если необходимы какие-то специальные условия для транспортировки пациента. Вот координационный центр, работает он круглосуточно, без выходных. Можно позвонить, проконсультироваться, если есть какие-то вопросы. В координационный центр может обратиться и пациент, и родственник пациента, и любой медицинский сотрудник. Обращаются специалисты социальных учреждений, если выявляют или подозревают о том, что пациент нуждается в оказании паллиативной помощи. Консультативная поддержка, маршрутизация пациентов, ведение единого реестра, прием заявок на транспортировку, то, о чем я сказала, и взаимодействие с медицинскими организациями, и работа с обращениями граждан. Вот смотрите, по мере прогрессирования заболевания, скажем так, доля паллиативной помощи повышается, а, соответственно, доля специализированной помощи уменьшается. Поэтому в зависимости от потребностей, от того, как пациент, например, сам себя может обслуживать, или на финальной стадии заболевания, когда его активность ограничена пределом постели, соответственно, у нас могут включаться различные варианты. А если на этом уровне мы можем осуществлять консультативную поддержку и помогать решать какие-то проблемы, чаще всего не медицинские, или корректировать какие-то симптомы минимальные, которые есть, то здесь, конечно, у нас включается уже полный комплекс услуг, которые предполагают медицинскую, социальную, духовную, психологическую. Если немножко уже углубляться в критерии признания пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, в БАЗ. Ну, это основные критерии. Прежде всего, конечно, это потеря способности к самообслуживанию. Это то, что, скажем так, то, что говорит о том, что пациент, да, действительно нуждается. Это, конечно, коррекция респираторного статуса пациента, прогрессирующая дисфагия, которая приводит к элементарной недостаточности, болевой синдром, который требует назначения соответствующей терапии, утрата речевых навыков, способностей к общению, наличие эмоциональных проблем, которые связаны, и высокий риск образования прожжения. Это основные базовые, скажем так, показания для оказания палеотивной помощи пациентам БАЗ. Да, слушаю Ваши вопросы. Секундочку, микрофон, да? Да. Чтобы мы не ушли от этого списка. Просто вопрос следующий. В общем, и вот наше исследование людей, которые болеют БАЗ в разных регионах, да, и наш собственный опыт показали, что вот этот процесс, как получение инвалидности, так и постановки на палеотивный учёт, оказание палеотивной помощи, они, ну, чуть запаздывают им для этих больных, поскольку скорость развития заболевания достаточно быстрая у них, в отличие от, ну, практически всех остальных пациентов. И это первое. Второе, мы точно знаем уже при постановке диагноза, что этому пациенту понадобится палеотивная помощь. И, в-третьих, ну, вот все международные рекомендации, которые там говорят о включении палеотивной помощи, ну, я только касательно БАЗ говорю, они там рисуют вот такие красивые картинки, вот эти треугольнички о том, что палеотивная помощь должна не резко включаться при наступлении каких-то там тяжёлых уже проявлений, а на самых ранних этапах. Вот в связи с этим и с вашим слайдом вопрос, не является ли сам диагноз уже установленный достаточным показанием для того, чтобы пациента поставить, по вашему мнению, и реализуемо ли это? Вы сейчас задали самый мой любимый вопрос, на который я больше всего люблю отвечать, в целом про палеотивную помощь и, в частности, про пациентов, соответственно, с БАЗ. Вот если мы вернёмся... А можно презентацию назад вернуть? Если мы вернёмся к той замечательной картинке, где я показывала, скажем так, где я показывала, скажем так, вот траекторию, скажем, нарастания потребностей в палеотивной помощи и уменьшения специализированного этапа, вот наше общее понимание всех, кто реально оказывает палеотивную помощь, что на моменте постановки диагноза хронического прогрессирующего, при которых вы понимаете, любой специалист, который поставил этот диагноз, что это заболевание неизбежно будет прогрессировать и в конечном итоге приведёт к смерти пациента. Вот на этом этапе надо подключать специалистов палеотивной помощи. Почему? Потому что здесь этот объём может быть минимальный. И проблема у нас заключается. Мы возьмём всех. Проблема у нас заключается в том, что у нас специалисты первичного звена или специализированные врачи-специалисты не обучены ведению. В большинстве случаев нас в медицинских университетах и в колледжах нигде не учат, как вести сложные разговоры, как сообщать диагноз, как сообщать прогноз. И вот в связи с этим, в том числе и в связи с этим, наши специалисты, которые должны к нам направлять таких пациентов, они направляют к нам поздно, на финальной стадии. Когда к нам приходит пациент, у которого срок жизни, простите, месяц, по какой качественной паллиативной помощи можно оказать? Вот если мы здесь включимся, если мы при проведении этого сложного разговора у нас наши специалисты будут присутствовать, которые будут говорить, вот мы здесь рядом, мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Мы всегда готовы. Вот наш контактный телефон, координационный центр работает в круглосуточном режиме. Вот возникнет какой-то вопрос, поднимаете трубку, спрашиваете, вам всегда ответят. Вот если бы, скажем так, система построения информации, она работала таким образом, то бы у нас, да, безусловно, 80 тысяч пациентов взрослых получили паллиативную помощь в Москве, и это было бы правильно. Потому что вот резкое переключение пациента со специализированной помощью на паллиативную, это неправильно. Это для пациента очень тяжело, эмоционально очень тяжело. И, скажем так, у нас часто не бывает вот этого временного ресурса, чтобы наварить взаимоотношения с пациентом, чтобы установить доверие с пациентом, с семьей, для того, чтобы понять, что действительно этой семье, этому пациенту нужно. Мы своих пациентов рассматриваем как в педиатрии. Ребенок – неотъемлемая часть семьи, то есть мамы, папы, те, кто вокруг. Вот если в семье плохо, то пациенту хорошо не будет, ни при каких обстоятельствах. Если вы создали комфорт психологический, социальный, помогли решить проблемы всей семье и пациенту, тогда всем будет хорошо. Это как два сообщающих сосуда, как педиатрия я всегда, скажем так, привожу. Это, я сказала, основные и базовые. То есть, это, знаете, вот если вот это есть, это вот уже просто нужно, вот красный флаг обязательно-обязательно. Но если при постановке прогрессирующего заболевания действительно будет к нам направление, мы будем только счастливы. Татьяна Владимировна, задают вопрос, достаточно сложный, широкий, но тем не менее. Из регионов задают вопрос о том, как, собственно говоря, организовать более широкую помощь больным с документами, пенсиями, материальной помощью, спецпитанием, предметами ухода, препаратами. Это выходит за рамки палеотива, но тем не менее, вдруг у вас есть готовность. Вот дальше, если позволите, я об этом и во всем расскажу. Значит, смотрите, у нас сейчас в реестре находится 145 пациентов с БАС. Вот из тех 15 тысяч, 145 пациентов. Получают помощь из них на дому 137. Какая-то часть пациентов находится в стационаре. Значит, мы наших пациентов обеспечиваем, раньше по 503-м постановлению правительства города Москвы могли обеспечивать респираторным оборудованием. Вот посмотрите, почему 98, 137 наблюдается, почему 98 получили респираторный оборудование. Не потому, что кому-то отказали, а потому, что часть этих пациентов исторически уже имеет собственное оборудование, часть обеспечена, соответственно, благотворительными фондами, часть пациентов еще пока не нуждается в респираторном оборудовании, а часть, конечно, вот эта, которая нуждается, она получила. Вот из этих 98 человек, посмотрите, какое это по 503-м постановлению правительства, это то, что еще было до приказа Минздрава 348-Н. Что мы могли выдавать? Откашливатель, НИВЛ, ИВЛ, аспираторы. Если вы сложите, то сумма не получится 98. Почему? Потому что один пациент может иметь до 3-х единиц оборудования. Например, там, аспиратор, НИВЛ, откашливатель. То есть комплектация оборудования, она не обязательно одна единица, соответственно, может быть несколько. Сейчас, к счастью, вышел 348-й приказ, который расширил перечень того, что мы имеем право выдавать, до 241 позиции, поэтому сейчас проводится закупка, соответственно, этого оборудования. Процесс, как у нас устроено? У нас есть ресурсные центры, которые работают на базе Центра палеоативной помощи. Нашим совместным приказом Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты мы разделили все медицинские изделия, средства реабилитации, разделили на два типа. Одни простые, те, которые раньше выдавали Департамент труда и социальной защиты, типа ходунки, там какие-то простые такие вещи, которые не требуют медицинского наблюдения. Они, соответственно, будут продолжать выдаваться при выявлении у пациента такой потребности после решения ВК. Соответственно, они будут, это решение ВК будет передаваться в соответственный подвед, и они будут выдаваться. Значит, у нас есть два приказа, который позволяет обеспечивать наших палиативных пациентов, это наш 348-й и 181-й, по которому обеспечиваются все граждане, имеющие инвалидность, и, соответственно, индивидуальную программу реабилитации. Вот, скажем так, и концентрируя вот эти средства реабилитации, простые, в рамках одного подведа, мы не будем делать задвоение того, что можно, потому что некоторые позиции, они могут выдаваться, скажем так, по двум документам, а некоторые позиции, например, не выдаются по 181-му приказу. То, что касается респираторного оборудования, это наша зона ответственности, Центр палиативной помощи, ресурсный центр выдает оборудование, специалисты выездной службы, соответственно, обеспечивают поддержание и нормальное функционирование пациента с этим оборудованием. Вот, расходные материалы, соответственно, тоже выдаются. Ну, вот здесь вот три даже нормативных документа, 503-й ПП, правительство Москвы, которое еще позволяло с конца 2018-го года нам выдавать это респираторное оборудование, пока еще на уровне федерации не было вот этого замечательного приказа 348-Н. И здесь также вы видите, что некоторые позиции пересекаются, а некоторые позиции, соответственно, нет. Госпитализация. Порядка 10% пациентов, которые наблюдаются у нас, требуют госпитализации. Ситуации такие, это либо последние дни часы жизни, это либо подбор, скажем так, для коррекции какой-то тягостной симптомы, либо, соответственно, коррекция респираторного статуса пациента. Средний срок госпитализации, ну, это как средняя температура по больнице, кто-то находится сутки, кто-то находится дольше. Это в среднем 26 дней для пациентов баз. Ну, у нас есть пациенты, которые, и в частности, пациент К, который у нас находится уже вот по состоянию на вчера 1074 койка дня. Это пациентка. Ну, вы сами знаете, те, кто оказывает помощь пациентам баз, что, к сожалению, не всегда пациенты с этим диагнозом имеют родственников, которые имеют возможность за ними ухаживать. Ну, вот в крайне таких жизненных ситуациях такие пациенты находятся у нас и больше, чем, соответственно, 26 дней. Ну, и мы реально понимаем, что уход очень тяжелый, очень сложный. Одно только изменение положения тела занимает, скажем так, требует присутствия четырех медицинских работников, которые знают, как это делать, и одна укладка, одна занимает порядка часа-полутора, потому что, ну, особенности очень-очень сложные. Конечно, мы не могли бы оказывать качественную палеоативную помощь пациентам с баз, не взаимодействуя с некоммерческими социально-ориентированными организациями. Конечно, это фонд «Живи сейчас» и фонд «Вера», который нам помогает. И, в общем, основные направления, вообще первые пациенты, которые к нам пришли, пациенты с баз, мы, честно говоря, ну, я по первой специальности, я врач-радиолог, для меня это, конечно, был терминный лес, и когда я видел пациентов с баз, я не чувствовала, знаете, как на кончиках пальцев вот этих особенностей, не знала, поэтому, и не только я, и многие наши специалисты. Поэтому первый запрос, который у нас был к фонду «Живи сейчас», это, конечно, образовательный модуль. У нас проводилось большое количество лекций, практических занятий. Специалисты приезжали, консультировали, показывали, рассказывали, где специфика, где что, и благодаря этому у нас появилась уверенность, что мы можем качественно, скажем так, реализовать те или иные запросы, которые есть у пациентов. Конечно, адресная помощь – это в тех ситуациях, когда пациенту нужно что-то конкретное. У нас, к сожалению, система закупок по 44-му федеральному закону – это, скажем так, процедура, которая длится во времени, имеет определенные ограничения. Если пациенту нужно что-то очень специфическое, то, конечно, некоммерческие организации нам помогают в этом реализовать, помочь пациенту реализовать эту потребность. Совместное сопровождение пациентов на дому. В амбулаторных условиях, в том числе на дому, остановлюсь чуть побольше, попозднее в этом. И содействие в получении узких специалистов, узких консультаций международных специалистов. Да, конечно, я говорю, мы нарабатываем опыт, но для нас до сих пор еще некоторые пациенты, которые к нам поступают, тоже вызывают определенные сложности, и мы неизбежно обращаемся за этой помощью. И, соответственно, информационная поддержка. Вот портал «Про палеотив» и горячая линия фонда «Вера». Если пациент, который нуждается в оказании палеотивной помощи, или пациент с БАС обращается на горячую линию, то, соответственно, фонда «Вера» его переключает на горячую линию «Живи сейчас». Для того, чтобы помнить, на портале «Про палеотив» огромные информационные материалы специалистов фонда «Живи сейчас» размещены, где есть все необходимые данные. Нормативная база, коротко, соответственно, наш приказ по организации палеотивной помощи, этот приказ нам позволяет обеспечивать, содержит перечень того, что мы можем выдавать. И, соответственно, вот наш приказ совершенно свеженький между Департаментом здравоохранения, Департаментом труда и социальной защиты населения. Вот тот слайд, который я вам показывал, где мы разделили зону ответственности и выдачу вот этих вот 241 позиций, которые можно выдавать по 348 приказу. Татьяна Ивановна, сейчас, да. Вопрос из Краснодарского края, опять же, от пациентов. Подскажите еще разочек, как получить энтеральное питание от палеотива? Значит, смотрите, сейчас, к сожалению, нормативная база не позволяет выдавать это энтеральное питание на дом. Если что, мы можем, ну, пока сейчас, на данный момент, мы активно работаем, все вместе активно работаем над этим вопросом, потому что пациенты, которые на дому, конечно, эту помощь не смогут получить. Пациенты, которые находятся в стационаре, в случае, если, соответственно, стационар закупает соответствующие продукты специализированного питания, они могут быть обеспечены в период госпитализации. Спасибо. И вот, смотрите, чтобы не было такой радужной картинки, что у нас так все замечательно и прекрасно, далеко не все замечательно и прекрасно, поэтому не могу остановиться на этом. Мифы и предубеждения, которые мешают нам качественно оказать помощь палеотивную. Например, вот то, о чем Наталья упоминала, это применение морфина при одышке. Я в палеотивную помощь пришла в 2008 году, и помню, когда мне коллеги сказали, о, у пациента одышка, назначите морфин, как же он угнетает дыхательный центр. До этого я 10 лет проработала в онкогематологии, я говорю, ну как, ну нельзя. И когда я увидела сама, преодолев свой внутренний страх врача и поверив опыту коллег и увидела эффект, как пациенту объективно стало легче после применения морфина, я после этого стала ярым приверженцем, и везде, где я рассказываю про морфин, я везде говорю, ребята, морфин – это не только боль, это оккупирование одышки, и не бойтесь, это для пациента будет хорошо, потому что тягостная одышка, которую испытывают наши пациенты, и в том числе пациенты с БАЗ, очень хорошо купируются именно в той ситуации, когда это нужно, купируются морфином, но сегодня будет доклад замечательный доктора Паршикова, он расскажет нам более подробно, поэтому не отнимаю его хлеб. Низкий уровень информированности пациентов, и это вот ответ на ваш вопрос, почему при установке диагноза, который первично понимаем, что это диагноз прогрессирующий, хронический, не направляется к нам пациенту, это вот та проблема, это боль, которая у нас есть, это позднее направление на палеоативную помощь. Выстраивание коммуникации с пациентом – это очень важный аспект, опять же, из той же самой ситуации, что нас нигде не учат, поэтому, когда мы приходим в палеоатив, у нас очень много времени уделяется именно обучению коммуникации, сообщению плохих новостей, ведению разговоров, сложных разговоров. Эти разговоры требуют ресурсов, эти разговоры, скажем так, это знания, которые давным-давно есть в мировой практике, поэтому, если тебя научили этим пустоватым, методикам, этапам, как ты должен проводить этот разговор, то это очень хорошо помогает пациенту, и врачу помогает, врачу и медицинской сестре помогает не выгорать при оказании палеоативной помощи. Когда я работала в онкогематологии, я интуитивно какие-то вещи находила для себя, но знания – это наше все. И, конечно же, сложная система закупок государственной системы, которая, к сожалению, не может обеспечить быструю закупку того или иного оборудования, например, когда пациенту нужно, пациент с базой, с резким ухудшением, он не может ждать три месяца, когда это пройдет. И быстренько, это про то, что такое качественная палеоативная помощь. Мы для наших пациентов устраиваем, которые находятся в стационаре, устраиваем концерты, концерты на свежем воздухе, концерты в зимних садах. И все это возможно, конечно, благодаря работе волонтеров фонда «Вера». Вот так устраиваем различные мастер-классы, совместное пребывание пациентов. Этот мастер-класс проводится, обучает самым разнообразным, скажем так, навыкам, которые люди никогда в жизни не делали, раньше, но с удовольствием делают. Это совершенно замечательная наша тележка радости. Тележка радости, что это такое, почему называют? На эту тележку радости помещаются какие-то вкусности, например, там, бутербродик с селедочкой или там с чем-то таким, какой-нибудь фруктик, или мороженое, которое в стационаре точно нельзя дать в качестве лечебного питания. И волонтеры, переезжая из палаты в палату, общаясь с пациентом, это, в общем, элемент общения, которое, знаете, как внесение радости жизни в те оставшиеся дни жизни, которые есть у наших пациентов. Это очень-очень помогает, очень-очень помогает, скажем так, раскрыться пациенту и рассказать нам о тех проблемах, которые действительно его беспокоят, а нам, получив эту информацию, по возможности решить эти проблемы. Это совместное пребывание пациента и родственников. Мы приветствуем круглосуточное пребывание пациентов. У нас приветствуется посещение детей. И если пациент желает, например, чтобы к нему привели его любимого питомца, кошечку-собачку, мы это все разрешаем. Это прогулки наших пациентов. Мы вывозим наших пациентов на кроватях, на креслах. И когда хорошее время года, то мы с утра до вечера пациент может находиться на улице. Это, соответственно, наша замечательная Олечка, которая общается с пациентом во время одного из концертов. Спасибо за внимание. Извините, тайминг немножко съела. Спасибо огромное. Тем не менее, это чрезвычайно важная информация. Есть ли вопросы? Давайте. Да. Татьяна Владимировна, большое спасибо за очень интересное сообщение. У меня вопрос. Вот маршрут пациента, который нуждается в респираторной поддержке. Вы получаете заключение врачебной комиссии и через сколько времени на практике он уже получает у вас респираторное оборудование? И где проходит подбор этого оборудования? Значит, смотрите, хорошо, несколько вопросов. Спасибо за вопрос. Значит, информация о том, что пациент нуждается в респираторном оборудовании, должна быть направлена и, соответственно, информация про пациента должна быть направлена в координационный центр. Значит, врачи-специалисты выезжают на дом, осматривают пациента или выезжают в медицинскую организацию, осматривают пациента в зависимости от того, где он находится. Дальше у нас бывает два варианта. Если пациент находится на дому, то, соответственно, специалисты, которые работают на выездной службе респираторной поддержки, они могут привозить это оборудование на дом и, соответственно, осуществлять настройку. Или же родственники приезжают получать это оборудование. А второй вопрос, если пациент находится в реанимации или в какой-либо больнице, в которой он ожидается в респираторной поддержке, чаще всего в этой ситуации мы переводим его к себе. В отделении длительной респираторной поддержки подбираем оборудование, режим, все, что нужно, переключаем его на уже на домашние аппараты и транспортируем уже его с тем аппаратом, на котором он уже будет находиться дома. Значит, по приказу мы должны обеспечить в течение трех дней. Вот, соответственно, как нам поступает информация максимально короткие сроки. Тут уже много зависит от организационных моментов, чтобы врач выехал, посмотрел, или, соответственно, чтобы мы понимали, к нас, к сожалению, бывают такие ситуации, когда к нам направляют ВК с тем, что пациент нуждается в оборудовании, например, в откашливателе, а наши врачи-специалисты смотрят и понимают, что это абсолютно противопоказание для применения откашливателя. Но, опять же, понимаете, не каждый специалист знает какие-то нюансы, которые проводят ВК. Поэтому мы всегда стараемся оценить состояние, прежде чем выдать оборудование для того, чтобы действительно оборудование а не навредило и б соответствовало тем, потребностям, которые есть у пациента. Спасибо. И вот второй вопрос. Патронажная служба, их норма нагрузки, количество выездов? Значит, у нас выездная служба работает по 12 часов каждый день, без выходных. У нас есть один врач, который выезжает в круглосуточном режиме дежуре для тех ситуаций, когда у нас, соответственно, какие-то форс-мажорные ситуации возникают в ночное время, когда основная выездная служба не работает. Обычно врачи выездной службы за 12 часов делают 6-7 визитов. Врачи, которые осуществляют респираторную поддержку, соответственно, количество визитов у них меньше. Все зависит от того, какой у нас пациент. Если у нас первичный пациент, то на него, естественно, нужно потратить порядка полутора-двух часов. Если это повторный визит, и ты знаешь, куда ты приезжаешь, какие там вопросы и какие там потребности в твоем визите, соответственно, это меньше времени, может там 40 минут и час быть. Но еще надо понимать, что Москва мегаполис, в котором транспортная доступность. Иногда ты можешь 10 километров ехать полтора часа, поэтому вот. Но в среднем делают 6-7 визитов врачи. Респираторные делают меньше, конечно. У меня такой вопрос. Я увидел количество пациентов, которые стоят с боковым трофическим рейсом на учете, и как-то, может, я не прав, но услышал, это моя интерпретация ваших слов, что как будто есть какое-то целевое такое ощущение там КПИ, что надо всем выдать оборудование. А есть ли какое-то такое, ну, все-таки меня больше интересуют со стороны пациента, как вы оцениваете отдышку? Ну, с моей точки зрения, как доктора, все-таки важнее, чтобы КПИ им поставить в отсутствие, допустим, отдышки у всех пациентов, и неважно будет, она достигнута там оборудованием или лекарствами. Вот как, есть ли у вас какой-то протокол наблюдения с пациентом с отдышкой, сколько из них, уж если вы привели аппарат, и получают морфин, если у вас есть такие данные сейчас? Ну, вот сейчас вам в цифрах не готовы ответить, вы абсолютно правильный, хороший вопрос задали. Далеко не всем пациентам мы выдаем оборудование, выдаем оборудование в той ситуации, в которой нужно его выдавать, и да, мы сначала стараемся купировать лекарственными различными методиками, если, соответственно, у нас не удается купировать медикаментозно, то, соответственно, дальше уже по показаниям мы врачи, опять же, которые специализируются на ведении таких пациентов, они уже определяют показания для выдачи оборудования. Наш врач приезжает, пишет обоснования для выдачи оборудования, на основании этого врачебного заключения создается врачебная комиссия, принимается решение да, выдать или да, не выдать, в зависимости от обоснованности выдачи, и после того, как принимается решение врачебной комиссии, соответственно, пациент обеспечивается. А как придется наблюдение за тем, есть? Вот сейчас, не в этот момент, а в начале, на все этот вопрос. Вот сейчас, у тех пациентов, которые находятся сейчас под наблюдением, у них есть отличие? Значит, смотрите, да, хороший вопрос. Все врачи, все пациенты имеют телефон координационного центра, более того, они обслуживаются врачами, если это врачи респираторные, то, соответственно, это ограниченное количество врачей, поэтому они находятся на прямой связи со своими врачами. Если вдруг у них меняется как-то состояние, и их что-то тревожит, что-то непонятно, требуется там какая-то коррекция по режимам ведения, да, там, если как-то меняется состояние пациентов, то, соответственно, либо родственник, либо, ну, чаще всего родственник сообщает либо врачу, либо в координационный центр, в зависимости от ситуации, и врач выезжает, осматривает этого пациента. Спасибо. Со стороны семьи, да. НТБАС, получив оборудование, выезжает за предельные территории, то есть это Московская, Калужская, там, я не знаю, и так далее области. Наш центр палиативной помощи имеет лицензию на оказание палиативной помощи только в пределах города Москвы, соответственно, выезжать для, скажем так, для коррекции состояния туда, там, на дачу или в какие-то там подмосковные, или там, я не знаю, какие-то загородные дома мы не можем. В связи со сложными взаимоотношениями с сопредельными территориями, не везде развиты выездные службы, не везде развиты выездные службы, которые могут оказывать респираторную поддержку. Вот в этой ситуации мы, как центр палиативной помощи, выдаем оборудование, но медицинское наблюдение, если пациент находится за пределами города Москвы, осуществлять не можем. В этой ситуации, соответственно, мы обращаемся уже и сейчас, и специалисты готовы нам помогать в ведении пациентов, потому что часто они уезжают достаточно далеко, там, за 100 и более километров. Естественно, мы туда ездить не можем. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Я как бы хочу не просто вопрос задать, да, чуть-чуть акцентировать внимание на том вопросе, что доктор Брюлев задал, по поводу, почему палиативная помощь поздно начинает помощь пациентам с баз. К сожалению, нормативно-правовая база, созданная в Российской Федерации, обязывает нас заниматься с пациентами, когда есть заключение специалистов, то есть это протокол ВК, что пациент нуждается в палиативной помощи. И вот, пользуясь случаем, да, у нас, я не очень ориентируюсь, сколько у нас здесь врачей-специалистов, а сколько палиативной помощи, обратиться к врачам-специалистам своевременно для пациента принимать серьезное решение, проводить своевременные ВК с назначением, что пациент нуждается в палиативной помощи. Это не будет означать, что он будет лишен специализированной помощи, да, как неврологической и другой помощи. И поэтому вот здесь взаимодействие, работа мультидисциплинарной команды оказывается более эффективной в пользу и пациентов, и улучшит качество жизни наших пациентов. Вот это очень важно. Большое спасибо даже за дополнение. Да, еще вот хотела дополнительно акцентироваться и остановиться. Огромное спасибо, Ольга, за дополнение. Палиативная помощь – это не минус специализированная. Вот это у врачей должно сформироваться менталитет такой. Палиативная – это не минус специализированная. Палиативная – это плюс. Это плюс к специализированной. То есть мы корректируем симптомы, мы можем оказать разные виды помощи, которые нужны пациентам с прогрессирующими заболеваниями, но это не отменяет его возможности получать первичную медико-санитарную, специализированную, какие-то другие виды помощи. То есть это не, скажем так, не исключает другие виды помощи, поэтому, пожалуйста, не бойтесь рано направлять к нам и объяснять, что мы можем, какие у нас особенности и все наши плюсы. Друзья, спасибо огромное, аплодисменты Татьяне Владимировне и с прошедшим днем рождения вас. Спасибо.